Всем приветики! Добро пожаловать в Суалет Тавер Дефенс! В этом видео вы увидите сравнение двух спикерменов. Это Аква Титан Спикермен и Хайпер Апгрейд Титан Спикермен. Хайпер у нас, короче, старичок, но я вам скажу, старичок еще уделает новичка. Аква Титан Спикермен у нас сейчас стоит примерно на трейдинг плазе 80 тысяч гемов, а Хайпер примерно 12 тысяч гемов. Ну что ж, знаете, разница, я считаю, что вообще колоссальная, прям огромная разница. Но и ДПС огромный. Смотрите, у Аква Титана ДПС 140 тысяч, а у Хайпера всего лишь 80. Вы скажете, Рогалеточка, ну конечно же, Аква Титан Спикермен намного сильнее Хайпера. Но нет, ребят, нет, я бы поспорила, потому что у Аква Титана только один маленький радиус. То есть он атакует только в одном, считается, что маленьком радиусе, ну и немножечко так наносит урона по площади. Сейчас я вам это все покажу, докажу, и мы с вами сравним, кто же круче, кто же сильнее. А пока что давайте мы сейчас разыграем, давайте разыграем двух астер среди моих подписчиков. Кто писал комментарии под моим последним видосиком, я копирую из него ссылочку и вставляю ссылочку в рандомайзер. Сейчас мы с вами узнаем имена победителей, кто получит от меня двух астер. Давайте, можно, пожалуйста, Олд Годли, это моя мечта. Ну давайте, ладно, давайте тогда ему подарим, короче, не астру, а подарим тогда ему Олд Годли. Раз уж это его мечта, буду исполнять мечты. Рогалетка исполняет мечты. Все, первый подарочек ушел, я тебя поздравляю. Давайте, следующего. У меня спикер Розы Ферма, прошу, можно Санту? Он хочет Санту, ну ладно, давайте тогда ему подарим Санту. Блин, так классно, так необычно, я дарю сейчас людям то, что они действительно хотят. Это прикольно, ребят. Давайте подарим ему Санту, потому что Санту у меня было много, вот так вот дарю ему, короче, Санту. Ну и давайте тогда еще выберем третьего победителя, который у нас все-таки получит, астру. Дай, пожалуйста, кого-нибудь, у меня комп появился, мой ник на компе, хорошо. Я тебя поздравляю с покупкой компа, это классно, и держи тебе астру, вот так вот. Вот так легко и просто можно получить от меня подарочки. Держи тебе астру. Все круто, разыграли вот такие вот замечательные подарочки. Если ты хочешь также от меня на халяву получать подарочки, то просто ставь лайкусик под мой видосик, прям вот под этот видосик. Подписывайся на каналчик и пиши комментарий с ником от Роблокс и с какими-нибудь еще пожеланиями. Ну что, а мы погнали сравнивать Венблос наших двух Титанчиков. Будем начинать мы сравнивать их прям с 21 волны, потому что до 21 волны я просто поставила фермы, поставила мьюинга. Так, чисто знаете, для начального дефа у нас стоял мьюинг, и я решила оставить мьюинга до самого конца. Посмотрим, сколько волн они пройдут с такой вот отличной поддержкой, потому что, как вы знаете, мьюинг у нас хорошо стопает скибедистов. Он их прям станет на несколько секунд, поэтому мьюинг это прям жесткая поддержка, жесткий буст нашим юнитам. Смотрите, стоит поставить хайпера, у нас всего лишь 2000 бочей, а аква Титана 4000 бочей. По поводу прокачки, я считаю, что у них примерно одинаковая по цене прокачка, вот. Но цена отличается только в самих юнитах. Как я уже сказала ранее, хайпер у нас стоит примерно 12-13 тысяч гематиков на трейдинг плазе, а аква Титан аж целых 80 тысяч гемов на момент публикации видео. Вы прикиньте? А теперь мы сейчас с вами посмотрим на их силу. Я вижу уже, что хайпер справляется намного лучше, чем аква Титан. Вы только посмотрите, хайпер у нас еще не на фулл прокачке, аква Титан у нас тоже всего лишь третьего уровня. И вы только посмотрите, какой маленький радиус у аква Титана. То есть, да, он бьет, короче, в своей вот этой вот второй области, где у него красный круг. Он бьет в области красного круга, это во-первых. Он там якобы должен наносить урон по всем скибедистам, но по факту, видите, урон у него наносится только в синей области. Видите, обалдеть, ну только как так вообще? Как нам могли добавить такого плохого юнита, еще и такого редкого и такого дорогого, и дозвать его Гогли? Я вообще не представляю, разработчики, что вы творите? Ну так вот, аква Титан у нас бьет самый сильный, самый сильный урон наносит только в своей вот этой небольшой синей области. Видите, вот, также наносит урон в красном круге, вот, видите, красный круг у него есть. И в третьем круге я не знаю, что он там вообще наносит в третьем кругу, но походу он там вообще практически урона никакого не наносит. Ну, судя по всему, он стреляет своими пушками, вот. Но все равно, когда скибедист какой-то проходит вперед, то он стреляет пушками в самого первого, но в остальных он уже, короче говоря, не стреляет. Поэтому непонятный у него урон, честно скажу. Слабенький, очень слабый юнит. Вы только посмотрите, вот, допустим, хайпер, вот как он хорошо справляется, вот 28-я волна. Пока что два, кстати, юнита наших справляются прям на ура, на отлично, я бы сказала, что одинаково. Вот, они справляются одинаково. Что хайпер, что аква-титан. Но хайпер будет сильнее, это 100%, я вам говорю, за счет того, что у хайпера огромная зона атаки. Вот, у аква-титана она такая малюсенькая, вот эта вот синенькая, а у хайпера она больше, ну, раза в три, это точно. Поэтому хайпер, можно сказать, что в три раза практически сильнее, чем этот наш аква-титанчик новенький. Но если он к вам, короче, выпадет новый аква-титан, то я вам советую его продать и купить вместо него голдена. У меня очень много вопросов поступает. Регалеточка, кто сильнее, голден или новый аква-титан? Кого стоит покупать? Я вам смело скажу, покупайте голдена. И если у вас не хватает гематиков на голдена, то покупайте хайпера. Ведь вы посмотрите, какая имба на самом-то деле наш старый добрый хайпер. Он не уступает никому, абсолютно. Вот знаете, что я еще хочу? Я хочу еще сравнить хайпера и голдена. Мне кажется, вот такое вот сравнение было бы, ну, прям классным. Согласитесь, мы бы узнали, кто сильнее, хайпер или голден. Вот так вот, чисто в одиночку и с мьюингом. Ну, как бы, понятное дело, если мы играем голденом, проходим много волн, то голдены сильнее, потому что у них огромнейший радиус. И плюс их способка имбовая, это вот, да, это все решает. А у хайпера нету способочки. Мне бы хотелось, чтобы у нас прокачали хайпера. То есть разработчики все качают инженера, как-то его улучшают, да. А хайпер у нас такой, знаете, классный, добрый, уже немножечко забытый юнит, которого нельзя забывать, наоборот, вот кому нужно добавлять какую-то способку, это хайперу. Реально, кто хотел бы, чтобы хайперу добавили способку, напишите в комментариях, и какую бы способку вы у него хотели видеть. Вот было бы реально классно, если бы, не знаю, ну, глупо было бы, да, если бы хайпер останавливал время, но просто, хотя бы он бы становился секунд на 20 сильнее в два раза, и наносил бы урон, допустим, вообще по всей карте, вот как Клок Ультимейт, да, вот эта вот способка была бы реально классная. Посмотрите, у нашего аквамэнчика уже проходит, в то время как хайпер отлично справляется своей огромной зоной урона, он сносит просто всех. А вот аквамэнчик, ну, вообще какой-то такой себе, аквамэнчик, говорю, ребят, акватитан. Аквамэн, все, это я уже фильмы пересмотрела, знаете, есть фильм аквамэна, у нас тут акватитан. Акватитан, ну, пока тоже неплохо, неплохо справляется, ну, как бы тут 37-я волна, посмотрите, как всех сносит хайпер, и как плохо сносит всех аквамэн, акватитан, потому что у него радиус вот этот вот синенький, он очень маленький, и наши скибинисты, но они просто в него не попадают, поэтому ему приходится отстреливаться своими пушечками. У него и пушки и спереди, и еще плюс какие-то салютики сзади вылетают, то есть это все, что есть. А вот, 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 посмотрите, скибинисты попадают в наш радиус, и он чем-то таким синеньким стреляет, каким-то просто синим веществом у него оно такое выходило, это, походу, вода, он стреляет водичкой. Ну все, задефал, в итоге он задефал это все своими пушками. Если бы не Мьюинг, у него бы ничего не получилось, и мимо него бы уже давным-давно прошли скибинисты. Вот тут вот Хайпер, Хайпер уже отворачивается, чтобы задефать вот этого одного, всех остальных он уже там уничтожил, в то время как Аква Титан еще даже не уничтожил розовых. Все, уничтожил розовых скибинистов. Сороковая волна. Вот отсюда сейчас у нас и начнется все веселье. Как думаете? Ну-ка, прямо сейчас напишите в комменты, кто круче, Хайпер или Аква Титан, по вашему мнению. Вот прямо еще не досмотрите видео до конца, прямо сейчас напишите, а потом уже будете продолжать смотреть видос. Как думаете, кто круче? Кто лучше? По вашему мнению, и кто у нас победит? Хотя, блин, мне кажется, здесь все уже очевидно, потому что, да, смотрите, как у нас дефает все Хайпер. Ой-ой-ой, все, пошла жара, пошла водичка. Или это пузырьки какие-то у Аква Титанчика? Да ты шо, братюнь, пузырьками стреляешься. Все, вот видите, вот этот вот урон, он наносит своими вот этими пузырьками, своей водичкой. Это у него самый такой основной урон. Но, честно говоря, он даже в этой области, в своей синей области, где наносит урон своими пузырьками, он не наносит огромный урон. Но нету там заявленного урона в 140 тысяч ДПС. Серьезно, если бы у него был там хотя бы урон в 140 тысяч ДПС, это он бы сносил этих скипедистов, просто каждого бы, не знаю, по пару секунд бы сносил. А здесь, ну, ему очень чашка, прям тяжко. Ну, вот невозможно, нереально тяжко. 140 он вообще не сносит. У него, скорее всего, 140 тысяч ДПС, это просто вот по всей его области заявлено. Ну, это естественно, да, потому что он там что-то как-то салютиками стреляет по всем скипедистам. Чуть-чуть у них сносит хп-шки, но этого мало. Вот Хайпер, то ли дело Хайпер. У него есть его область, все, он по ней мочит, он по ней стреляет со всех сил. Прям жестко, мощно, круто. И здесь, смотрите, что у нас? 45-я волна. Все, прошли, все. У нас уже скипедисты на 45-й волне прошли. Хайпер в то же время дефает уже аж 46-ю волну. Все, он уничтожит этого скипедиста. Пиу-пиу. Все, нету. Нету. Вы посмотрите, как дефать нужно. Кто еще тут против Хайпера? Кто сказал, что Хайпер слабенький? Нет, ребят, Хайпер не слабенький. Это очень крутой и сильный юнит. Кто его до сих пор очень сильно хочет, то копите. Копите на него, друзья. Либо же участвуйте в моих розыгрышах, в моих конкурсах, и у вас будет шанс получить Хайпера. Выиграть Хайпера. Что у нас тут Хайпер? Все хорошо, все прекрасно. 48-ю даже дефает. Но Хайпер с Мьюингом творит какие-то чудеса. Вы только на это посмотрите. Мьюинг как раз стопает немножечко. Хайпер как раз дефает немножечко. Ой, что же за юнит суперский. Вот не зря мы раньше очень сильно о нем все мечтали. Он стоил очень дорого. Это действительно олд этой игры. Да, уж такой же, как и олд Годли, которого уже действительно все забыли. Но Хайпера пока никто не забыл. Хайпер это вообще сила, это мощь. Сейчас уже мимо него проходят, конечно же. Но блин, какой он классный. Давайте посмотрим, до какой волны у нас вообще дойдет Хайпер. Да, мимо него прошли, но мне кажется, сейчас скипнется 51-я волна, да? Наверное, до 51-й волны дойдем. Что хочу сказать, Хайпер намного сильнее нового Аква Титана. Поэтому Хайпер в этой битве у нас, конечно же, побеждает. Все, ставлю лайк на Хайпера. Всем пока-пока.